В Подмосковье завершился суперфинал конкурса «Лидеры России». Делегации из четырех югорчан последние несколько дней сражались за звание чемпионов управления. Конкуренция была серьезная. Около 300 топ-менеджеров, руководителей и бизнесменов со всех уголков страны. А накануне организаторы огласили списки 106 победителей. Данил Прилуцкий следит за событиями в Солнечногорске. Он расскажет подробнее. Сургутская преподавательница Анна Задимитченко в профессии больше 10 лет. В местном педагогическом университете она ведет у студентов экономико-математические дисциплины, статистика и бухгалтерский учет, управление затратами и контролинг, а также экономический анализ. Однако, как признается югорчанка, захотелось испытать себя в более масштабном поле, поэтому и заявилась на конкурс «Лидеры России-2020». Прошла все стадии отбора и вышла в суперфинал. Я работаю в сфере образования, но и, соответственно, поскольку я постоянно транслирую молодежи своим студентам что-то, то для меня этот конкурс как возможность приобрести новый опыт и передать его. То есть я себя ощущаю в некотором роде таким транслирующим звеном. Я считаю, что это очень важно в наших условиях, чтобы молодежь получала значимый новый опыт. Для того, чтобы пробиться в суперфинал всероссийского конкурса, участники должны были представить разработки собственных проектов, чтобы уже здесь, на площадках, вместе с наставниками довести идею до готовности. Так Анна Задимитченко привезла с собой в Московскую область концепцию, которая в дальнейшем поможет развитию научного сообщества «Югры». Это проект, который я давно, в принципе, разрабатываю, сейчас он в процессе. Проект по развитию региональной науки, а именно по развитию вот этой научной деятельности у студентов гуманитарных специальностей. Поскольку мы только вот вступаем в эту трансформацию, нам региональным вузам крайне важно быть сопоставимыми хотя бы с вузами, которые занимают лидирующие позиции в России. Анна Задимитченко из Сургута – одна из четырех участников суперфинала от «Югры». С самого начала за звание лидеров России сражались 200 тысяч управленцев, топ-менеджеров и чиновников со всей страны. Однако в решающую стадию попали лишь 300 человек из 54 регионов. Они прошли итоговые испытания, а также встречались с потенциальными наставниками. У нас сейчас было как раз задание про качество лидеров. Они все очень разные. Они равные и разные. Они любят страну, они патриоты, они очень творческие, очень креативные. Они страстные, разнообразные, энергичные. Очень много определений, но точно они все неравнодушные люди. Для меня лично это большой инсайт, потому что я нахожусь не со стороны организатора подобных мероприятий, а внутри технологий как участник. И у меня уже огромное количество идей, которые появились сейчас с момента полуфинала. Как мы можем улучшить, усовершенствовать те проекты, которые реализуются? Это знакомство, это определенные, возможно, знания, которые связаны с кейсами, с решением кейсов, коммуникацией и так далее. То есть наработка какой-то компетенции, понимания того, что тебе нужно доработать, если вдруг что-то не получается и так далее. То есть это по обычным продуктам. Ну, в основном, конечно, это победа. Лидеры России – это флагманский проект президентской платформы «Россия – страна возможностей». В этом году конкурс впервые разделили на специализации. Помимо традиционного общеуправленческого влога, конкурсанты могли подать заявки на участие в трех тематических треках – здравоохранение, наука, финансы и технологии. Конкурс – это проверка не только талантов и знаний, это прежде всего выбор вашего будущего. Как специалисты вы уже многое доказали коллегам и самим себе, набрали опыт, стали профессионалами. А сейчас пора делать следующий шаг. Конкурс лидера России не гарантирует мгновенного продвижения в карьере, но он точно гарантирует признание вашей компетентности. По итогу испытаний суперфинала определили 106 победителей. Теперь они смогут выбрать себе наставников из числа лучших топ-менеджеров и чиновников страны. В этом году югорчане остановились буквально в шаге от триумфа. Помимо полезных знакомств и бесценного опыта, участники этой стадии получили сертификаты на 1 миллион рублей. Его можно потратить на обучение в любом из российских вузов. Данил Прилуцкий, Игорь Батищев, телерадиокомпания «Югра», Московская область.